Евгений Евтушенко писал о себе. И столько всякого во мне перемешалось от запада и до востока, от зависти и до восторга. На встрече с твердскими журналистами в Доме поэзии Евгений Евтушенко ответил, что ничего не изменилось. В Тверь поэт приехал из Америки после 12-летней паузы. Чтобы презентовать свою новую книгу, я пришел в 21 век. Ну, большой все-таки сколько. 12 лет у меня здесь не было. А первый раз я был 52-м. Именно роман даже здесь был. Но не будем. В Доме поэзии Евгений Евтушенко пообщался с главой региона и Андреем Дементьевым. Андрей Шевелев подарил поэту картину с изображением Тверского ласточкиного гнезда. Подарок пришелся очень кстати. Евгений Евтушенко отметил, что картина займет достойное место в его коллекции живописи. Об иллюстрации на обложке своей новой книги поэт рассказал целую историю. Это площадь Маяковского в 54-м году, когда там впервые собралась. Был день поэзии. И я-то вообще там не должен был выступать, потому что меня тогда здорово ругали. Женечка, ты лучше выступи где-нибудь на окраине. Потому что мы, у нас столько поэтов, сегодня же первый день поэзии. И понимаешь, все будут читать по одному стиху времени. А ты появишься, и тебя они будут отпускать. Евгений Евтушенко назвал Веру Полоскову одной из самых талантливых поэтесс настоящего времени. Однако отметил, что в поэзии не терпит многих вещей. У него есть пронзительные просто стихи, поразительные. Но вы знаете, я когда наткнулся на ее матершинные стихи, ну зачем это я подумал, с таким талантом. Своим лучшим произведением поэт Полушутя называет своего сына Евгения. Юноша тоже пробует себя в поэзии. Отца ценит за искренность. Первое его стихотворение Евгений Евтушенко разорвал. Поэта очень волнует современный уровень образования и тяги к знаниям у младежи. Он искренне сожалеет, что в эпоху, когда знания открыты, новое поколение к ним не тянется. На прощание поэт поделился и своим видением того, как обратить интересы молодежи к поэзии. Только надо, чтобы поэты выходили к народу. Понимаете, они прятались где-то, так сказать. И это то, что сейчас, к сожалению, опять у нас случился разрыв читателей и писателей. Марина Евстрасия, Виталий Осипов, РЕН-ТВ-Пилот.